себе. А Богу это не угодно, Бог вообще лишает разума. Зачем же ты за это дело взялся? Ты обязан сказать. Мне Бог позволил, вот я писал письма обличитель в ООН, Организация Минных Наций. Пимену писал тогдашним патриархам, генеральным секретарям. Меня в горком партии вызывали везде за это. Помню как-то, а я же работал в напряг. Вызвали в КГБ меня допрашивать. А я сидел, а он что-то долго там пишет. Я постепенно, постепенно голову опустил на стол и уснул у него в кабинете. В КГБ уснуть на столе. Ну кому-нибудь скажи не поверят, скажут, а ты вообще щекнутый. Ну у меня в натяг все. Я два с половиной часа в сутки только спал. Думаю, тут-то отдохну хоть маленько. И главное, Беденко Александр Семенович был майором, а стал генерал-майором в охране путь этого Ельцина. На мне они целые отделы работали. Москва считала, что работает несколько больших отделов в Сибири. Оказалось, один человек. Они мне все рассказывают и не верят. Ну не один, это разговор один. Один еще не сделаешь. Сейчас с Володей были. Один еще сделаешь. Он на крыше все в подъемках там достает. Чуть-чуть свет пометить, маркируем. Я посылал книги недавно. Один из Белоруссии. Но туда так дорого. Ну послал ни ответу, ни привет. А я посылаю. А не так, что ты деньги заплати потом там на почте. Я не так. Высылай деньги. Я получаю и тогда посылаю тебе. А сам делает так. Когда скажу так, а сам тут же посылаю. Они еще не послали уже посылка в пути. У нас же Белоруссия это. Ну он заказал не каноническую симфонию, но не канонические книги. К истинному православию и трехтомник Нового Завета. А я, говорит, все время в разъездах дома меня не было. Я деньги выслал в Эстерн-дион. Получите, сходите. Да, книги очень понравились. Очень. Но к истинному православию я маленько сунулся и говорю, тут у меня вопросы будут. Я знаю. Конечно, радостно такие весточки получать. Я вообще вам скинул, как там женщина новая говорит. Я сегодня Володе говорю, я говорю, вообразить даже нельзя. Вот я смотрю на книги. Какие книги? Священники, одну-две страницы. Говорят, а про Муляева-то ртом-то. И злятся пять лет, говорит, отплевываются. А ничего не могут сказать, ни по зубам. Я говорю, вы по делу. Скажите, что вам не стыдно было на суде Божьем-то. Ничего не могут сказать. Я говорю, ну было бы я хоть образование, один класс какой-то имел в семинаре. То у меня же ничего нет. Я уж не говорю. Соболев там преподает в академии, в университете. Уж проца Геннадия говорить не надо пас. Это вообще запредельно. Магистр богословия, да. Был преподаватель университета. А у меня класса ни одного нет. И что говорит тут? Да, против вашего только свое личное можно поставить, сопоставить что-то. Только личное какое-то недовольство можно сделать. А так, чтобы привести что-то по Библии, по Евангелию, то ничего нельзя. Мне отец Геннадий как-то высказал, был недоволен, там что-то по одному делу, а насчет канонизации-то не личное, нет. Вас спасает ваша безупречность. Вот это я понимаю. Спасает безупречность. То есть они кого в чем обвиняют? Священников, епископов. Но они стандартно, шаблонно-то начинают. Да даже враги на них шихают. Вы маленько-то смотрите. Вы были хоть, обедали с ним хоть как раз-то. Да у него там дома начинают двухэтажные. Ой-ой-ой. Да ты посмотри, как это одет-то хоть маленько-то. Представь, город, это же наш центр Барнаул-то. И я босиком, босиком в краевую администрацию по улице, проспектам, босиком. Совершенно босиком. Ну как Робинзон Круза по острову. Ой-ой-ой. За мной влёгся главный редактор один. Он сейчас редактор ипархиальной газеты. Вот к истинному православию, он там, Клименко, Владимир Фёдорович, очень хороший человек. Вот через него 14 материалов вышло через газету. И он босиком тоже. Он говорит, это очень полезно. У него болезнь была, и она прошла. И мы уже домой заходить ко мне. Колонка у меня под окном-то. Помыли ноги. Ну, он обувь-то на спине нёс, а я вообще без обуви. А зимой у меня один валенок черный, а другой серый. Я выйду, первым делом в сугроб залезу, натру сапоги, чтобы одинаково выглядеть. А эти, не сапоги, а эти валенки-то. Один серый, другой ещё же. Почему? А мне по размеру как раз. У них где-то пара потерялась. Ну, говорит, юродивый. Да, вот такое юродство, такое более, оно, как говорится, уравновешенное такое. Ну, да, так оно... То есть, ни одно другому не мешает. Никак. Вот стоят студенты, их вызвали там 21 апреля, в честь Ленина, все в мусор его здесь, чтут его. А-то приборка города-то. Ну, а я иду, гляжу, куча студентов стоит-то. Ну, как же пройти мимо-то? Я к ним подошёл, спрашиваю, как в интернете бываете, да. А у меня с собой визитки, я им даю. Ну, успел маленько сказать, гляжу, у них глаза загорелись-то. И они уткнулись в это, а я вот, наверное, повернулся и пошёл. А им, видимо, кто-то подошёл, а кто это был? Они на меня вслед-то глянули. А сзади-то они, я совсем другой, чем спереди-то. Сзади-то одни заплаты. Не знаю, так никого больше не было. А куда тот дед-то делся? Студент бегом бежит, забежал вперёд, мне в лицо посмотрел и побежал назад. Так это он сам и есть, говорит. Ох, ой. Я иду, а у меня сапоги такие, я в сапогах хожу, ботинки вообще не признаю. А две женщины вышли, край Потребсоюза-то, и маленько за уголок тут, и стоят и курят. Курят. А тут асфальта нету, и насыпали гравий-то. А я иду, и на них-то уставился-то, а сам по гравию-то ударил ногой-то, не видел. И вывел папироску-то. Я подошёл, а я даже не заметил. Ты гляжу, она без папиросы, так это мгновенно. Я говорю, курить это вредно. Да я это поняла, говорит, как ловко у вас получилось это. У меня все ловко получается. Потому что не выдумываю. А вот есть так и есть. Скорбят, плащут. Ну что, он маленько поплакал, да я опять вперёд. Нам нельзя оскорбить, мы искупленные Богом. Ну а тебя теперь жду, надо смотреть. Всё-таки не два, не три, а 83 ролика. Ой-ой-ой. 83. По одной тематике. Но запомните, Сергей, никогда никому не составить это. Они, когда в это дело вникнут, они будут только рот развивать, глотать, как карась на льду. А они будут недовольны. Они даже сказать ещё не смогут. У них дыхание перехватит. Это кто смотрел, даже краешком где-то, и то. У меня, говорит, всё, перевернулось. Я сейчас по-другому, говорит, понимаю. Потому что это истина. Она одна. И она воссияла. Да, тут, тут, говорит, как говорится, не противопоставить ничего. Тут только соглашаться, молча соглашаться. Тут есть священник один, отец Сергий Фессун. Он является председателем катехизаторского отдела, там преподает в семинаре. Ну, батюшка-то хороший. Ну, наши ребята подошли, я говорю, вы ему дайте материал о крещении-то. О крещении-то, что лбы мощат они. А у армян, они только ладони мощат. Сегодня мы смотрели, вообще. Карикатура. Ну, ему дали. А он потом где-то встретился уже. Наши опять подошли, братья, ему сказали, ну как, считали. А ещё считал-то. Игнатий нащипал отовсюду. Да это я могу сделать, так же нащипать и напротив только будет. Только он, Игнатий, это за погружение. А я сделаю напротив. Они мне пришли, сказали. Я говорю, идите опять к нему. И скажите, если ты сделаешь, я буду знать, кто вы. А сейчас пока я не знаю. А кто будет, я говорю, идите, скажите. Антихрист. А он испугался, наверное. И говорит, да я и не считал ничего. Я просто так сказал. Он и не считал, оказывается. Не считал, а уже напротив всё опровергает. Да нельзя опровергнуть. Ты должен сказать, что Библия неправильно сказала, каноны неправильно, святые отцы неправильно, житья неправильно. А кто правильно? Да ты один остаёшься, как Герман Стерлигов. У того никого нет нигде. Один он правильный. Да, ну а что это? Гордость такая, наверное, да? Я знаю, по-моему, лукавство. Вчера один парень-то на меня вышел, я ролик его выставил, здесь тема пью это. Я за ним вот смотрю, этот Герман-то, мы молимся, произносим его имя на молитве, как человек он, ну просто, не забулыга какой-то-то. Но веры никакой у него нет. Он просто прикрывается. Вот моё мнение такое, веры-то у него нету. Как это может так? Он никого нигде не признаёт. Ни зарубежную церковь, ни патриархию. К старобрядцам приносит, а старобрядцам-то не церковь. Так не бывает. Это страха никакого нету. И он спрашивает, а где тогда епископ? Где-то есть. Ну где-то, так ты должен знать, сказать другим. Он не знает. Ему это не надо. Почему? Потому что везде проситель, а он миллион это грабанул, и отошёл в сторону ворона. Его не проткнули. И он теперь вот с этим-то... Да он бы скорее раздал всё и спокойно жил. Я понимаю, отчего так люди говорят. Они десятину как огня боятся-то. А если ему отдать три десятины, как Тавита 1.8 написано. Ну и всё, считай, инфаркт и в темешке. Я всё равно слушаю. Мне нравится. Вот у него есть последний ролик, тоже он там рассказывает о том, что сроки вычислены неправильно от Рождества Христова. Потому что мы неправильно празднуем. Я считал всё это. Что он пишет, я считал, всё есть. Он не знает этого ничего. Он так, с обломом говорит, а ему возражать негде. Ещё возражать-то. Он говорит глупости, которые нельзя никак опровергать. Какие-то годы где-то накручивает. Четыре года. Четыре года — это единственная ошибка, которая никакой роли не играет. Допустил Дионисий Малый, монах, когда высчитывал Пасхалию в 532 году. Он ещё этого не знает. Он дует только. Он знает про золото Ливии. Тут он правильно говорил. вот он начинает там пахать, на чём там лошади, где... ой-ой-ой. Зачем ему к вере прилепляться, никак не пойму. Что за этим? Он ни к кому. Потому что где бы он ни был, везде что-то просят, зная, что он миллионер. Деньги-то всё это награбленные. Миллионы-то не зарабатывают люди, когда разор в стране. Тут уж не надо говорить. Как этот, был Березовский такой. И он говорит, а чертёжник-то был. Больше ничего нету. Я, говорит, проснулся утром, а ему уже в Америке сообщили, что там ВАВАС-то этот, завод-то всё у него. Одновременно там, кажется, 5700 машин на один день. Это у него сразу. Я сказочно богат. Ну и где он? Сказочно богат. Прохоров, миллиардер, там такой. Выступает Смирнов, отец Дмитрий, и говорит о нём. У него семьи нету. Он совершенно одинокий человек. Но он не такой, как Березовский. Во власть не лез. Тогда миллионы идут, грибут там, никель, и всё подобрали к рукам. А всё это делали братки в Америке. евреи. Евреям они подобрали всё здесь. Возьми Шубайс. У нас самое-то главное в стране не президента, а Шубайс. Он единственный имеет в Бильдеберском клубе доступ. И какая там степень посвящения. А где он сейчас? Сейчас Шубайс-то есть. Ну, я знаю, где Квачков. А где он, не знаю. А чё ж, Квачкову долго ещё сидеть, да? А вот если начнётся что-то, его могут сразу вызвались. Мы за него молимся каждый день. И которого Хабарова посудили, то посадили тоже полковник Леонид. Мы каждый день молимся за них, чтобы Бог дал им свободу, и чтобы они имели веру настоящую. Они нам дороги. Это хорошие люди. на меня кто-то вышел и говорит, совершенно неуязвимые со всех сторон. Какая не предельная власть, вам всё хорошо. А чё хорошо-то? Я знаю своё место в жизни. Им трудно там. Им тяжело. Я с ними не встречался. Но это живые люди, они старались не для себя. Но они ж, мне неправильно власть определила. По 14 лет запросили-то. Это за убийство столько не дают. И никакого оружия ничего нету. Старый арбалет. Ну, болтали лишним на кухне. Полковник ГАРУ тоже Владимир Васильевич Квачков. Чего же он сидел говорил-то? А к нему подослали такого, который всё записывал. Зачем это надо было? Невоздержание речи. Раньше был такой плакат. Болтливый человек. Находка до шпиона. Тут он Путин и тот проболтался. Его написали-то на скрытую эту диктофон. Да. Мне жалко их. Я не скрываю это. Почему? Я как бы нахожусь там. Потому что я там было знаю, как это. Тем более я-то какой. Мне это небольшой перепад. А он-то в какой жил обстановке-то? Каково ему там? Вот эта Юлия Тимошенко сейчас. Да, она страдала, она сидела, на неё нападает, она говорит, что-то... Ну, просто поймите, женщина столько перестрадала, что было, едет на коляске. Она лишнее говорит. Я вижу Россию только пепел от неё. Ну, глупости, конечно. А мы за неё молимся каждый день, чтобы Господь дал ей доброго разума и покаяния, и жизни во Христе. Инотихич, а вот хотел вопрос такой задать. А вот нужно молиться за людей, заведомо таких, знаете, которые умерли от пьянки там, допустим, вот. Я говорю-то о живых, я молюсь не за таких. Вот у нас разбился мэр города. Повторяю, это мэр входил в десятку лучших мэров России. Это понятно, какой он. Благодаря ему я вот сижу в этой комнате. Иначе мне бы не удалось этого добиться. Хотя я выиграл процесс, у них не с чем рассчитываться было. Он был мэр города. Он сюда приехал, вот где я сижу сейчас, корреспондента вызвал. Все это в газете напечатали. Для слова Божия нет уст. Там есть статья такая. Лапкин предпочел храм недвижимости. Посчитайте. И когда он разбился, сказали, когда это было утром, мы только зашли молиться и в это время сказали. А он был парторг моторного завода когда-то. Ну, это когда-то. Я вечером звонил, кого только знал, верующий он был или не верующий. Наконец, на главного редактора краевой газеты вышел Ольга Николаевна Шевчук. Она говорит, он верующий. Я говорю, а как вы определили? У нас снимок есть, говорит, он в храме стоит, говорит, ребенка держат, крестили. Но для них это верующий. Ну, я не хожу на похороны никогда. Но его выставили в дворе зрелищ спорта. Здесь огромный, огромный. И он там в гробу, и народ шел. Ну, я прошел. И газета, фотограф, фотографировали. И газета, когда вышла, кажется, снимка два. И на одном снимке центральная фигура я иду. Значит, они заметили настолько необычное, что этот снимок поместили. Да ты там порторга пошел. Да не порторга. У меня снимки в зале висят здесь. У нас прям где в храме коридор. В одной мы по рукам ударили, в другом месте там разговариваем. И третья обнялись поцелуем. Одиннадцать лет шел в суд. И он написал бумагу такую, ее может прочитать очень сильную. Не таким языком номенклатурного работника, а прямо душевную. Как я жалею, что настолько затянулось, а теперь у вас будет место для встречи молитву. Ну, очень хорошо. Ну, и я помолился. Помолился о нем и сказал, Господи, ты меня прости, если я неправильно делаю. Мне очень жалко его. И он тебя не отрицал. он приезжал ко мне несколько раз, он голубятник был даже, голубей держал. Я за одиннадцать, кажется, дней до смерти пришел в городскую администрацию, а он идет с кем-то, с кем-то, видать, из другого города, я даже не видел его ни разу. Увидал меня, а я захожу, а он выходит. О, руки раз, кто идет-то, то вы знаете кто? А что он знает? Да это же Лапкин. Для него это ничего не говорит, Лапкин. Да он же коммуну построил, еще коммунисты не могли построить. Коммуну построил. Владимир Николаевич, какая же это коммуна? Это христианское поселение. Так оно как раз соответствует этим. Дорога, где едет на машине, представь, мэр города из машины мне рукой машет. Людям скажешь, когда не могут понять, что они в нем находят на меня. Лапотник какой-то идет. Бог располагает. И я помолился за него. Я про себя тайно. И в конце сказал, прости Господи, если я огорчаю тебя, но этот человек такое добро сделал, мы молимся здесь. Ну, они выплатили бы деньги, дали там машину, допустим, мне. Но что это означает? А мы молимся. Это два дома, 200 с лишним квадратных метров жилья, 13 соток земли, теперь она приватизирована. вообще, у нас склады большие здесь, пять складов. Тут и для лагеря люди приезжают, машин может 15 стоять, но в центре города, представь себе, это вообще, это вот, благодаря ему, ну, прокурор края, генерал-лейтенантом Парас Кунбл, вместе собрались там, и тут еще преподаватель, один доктор юридических наук, Тен, он говорит, Лапкину, ни руки уже не вернуть, ничего, крутили, все, столько потеряно, ну, давайте сделаем, чтобы ему хорошо было-то, старое уж не вернуть. Люди-то какие находились, он кореец, кажется, госком имущество, а мне когда привезли вот сюда, вот где я сижу сейчас, а это прямо напротив здания краевого суда, где меня осудили, и они мне предложили вот это место, а здесь была станция Освод, спасение на водах, а когда-то был рыбокомбинат, так говорят, а второе место напротив тюрьмы, надо же так, сгорел магазин, а что там, туда транспорт плохо ходит, и сгорел магазин, а тут ничего не горело, и напротив суда, я говорю, суд еще не определен, а тюрьма-то уже сидишь, не, не пойду туда. Ну, когда зашел, здание-то большое, привез меня Боголюбов, фамилия-то какая, прямо на меня все вот такие пошли, Валерий, кажется, Николаевич, ну, посмотрите, я заглянул, закрыто здание-то, я сразу в машину, и говорю, очень доволен, и надо было, чтобы он меня свозил, это госком имущество, и тогда сообщили мэру города, прокуратура, судья, тут они быстро начали все делать, они не жилые, перевели в жилые, две у меня книжки этих, домовые книги, ну, вообще, я король, а у меня, как с неба Бог опустил-то эти дома-то, ну, это мой труд, это, то, что я выстудил, 11 лет шел в суд, что меня конфисковали, но все равно, как-то удивительно, а люди тогда, уже же, много у вас людей-то было? Да, немного-немного, но, наверное, человек-то 50 было, но негде было молиться-то, мы собирались дома, дом такой у меня там, ну, прямо совсем никакой, около храма, негде было бабкам собираться, храма в других местах не было, ну, я купил, чтобы бабкам было где ночевать, а жена жила их обихажила, до 30 бабок там было, матрасов-то купил, ну, ну, я делаю то, что, может, не каждый желает делать, вот с бабками возятся, я люблю бабок, и они с разных районов понаедут, а потом ночью на вокзале шатаются, ну, тяжело смотреть-то, ну, и вот, обихожил, и в этом доме у меня и молились, у меня всегда люди молятся, просто, Господь так делает, но и здесь, без мэра города еще бы не было, и когда я спросил, я говорю, а тут в ограде второй домик, вот я в нем сижу сейчас, а там мы молимся, а это как, так это тоже сюда ходят, как это, я разговариваю, как ребенок, а мне говорят домашние, надо было маленько поломаться, не соглашаться, чтобы они вроде еще чего ломаться, да я без, рад не знаю как, это же какое место-то, а где вы хотели, я говорю, ближе к центру, чтобы транспорт рядом был, и было сухо, там где мы были, там сыро, болото, это условие, как раз все совпадало, ну и все, а дальше было оформление, и уже в 97 году, в декабре месяце, мы уже первую литургию провели здесь, мэр города приехал, посмотрел, тут как устроено, поделился, как много сделали, ну и, он меня за руку, можно сказать, вел, оформлять, везде деньги, 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 я ни копейки не платил, он только звонок, он очень уважаемый был в народе, и когда он разбился, я пришел к прокурору края, у нас близкие отношения, прокурору годами ходит, не попадает, а я в день мог два раза прийти к нему, интересно, работники, которые, краевая прокуратура-то, они меня прям к нему толкали, когда вы бываете, он целый день такой тихий бывает, говорит, мы отдыхаем, говорит, ой, так он крутой, так он по делу, он же по делу делает, но все равно, тяжело, он еще не прощает, он помнит все, ну, он по делу, по делу, а вы когда уходите, он такой, говорит, тихий делается, ой, ну, вот такая жизнь моя, мэры города там, другие тут начинают болтать, говорит, Лапкин закупил на американские доллары, и телевидение, и радио, и эти слова, которые сейчас говорят, а священник в храме говорит, отец Николай Бурдин, ой, 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 да какие же деньги-то это надо, чтобы с Останкина приехали сюда на машине, и в потеряю, а тут звонит, немецкое телевидение из Германии просится, ну, какие-то деньги-то, как говорится, бешеная, молва, Григорий Ниски был такой епископ, это брат родной Василия Великого, и у них была сестра Макрина, и когда умерла, он стал писать, видимо, не кролок, и как воспоминания, и какие чудеса были с ней, а потом и говорит, люди не верят в это, что я говорю, они верят только в то, что сами могут сделать, так здорово у него это, ну, если они это не могут, то они уже в это не верят люди, вот я гляжу, это, так оно и есть, я к нему пришел как-то, прокурор, край, генерал, лейтенант, я перед ним, ой-ой-ой, а мы столько беседуем, сидим, какая бы просьба у меня не была, он обязательно выполнит, комиссию составит, ну, как я могу сказать о нем плохо, другие о нем там так говорят, а я свое скажу, а вам все хорошие, они грешники, они через вас хотят в рай попасть, я говорю, ну, это разве плохо, что они хотят в рай, они делаются лучше, они другими делаются, они же слышат, я же говорю им о Боге, приношу книги, Бог располагает в сердца людей. Так Дмитрий Смирнов сказал, говорит, дураков нету, людей вообще тяжело обмануть, люди чувствуют хорошо, очень искренность, и чистоту очень хорошо они чувствуют. Ну, я среди людей бываю, да. А у вас вот это и есть. Я помню, как-то его книгу пришел, подарил, а он говорит, а я рассчитаюсь, открыл сейф прокурора края, и начал отсчитывать мне копейками, по рублю, у него целый мешочек там, а сам смеется, я, говорит, не знал, куда деньги эти деть. Вот так картину эту нарисовать, ну человек, да не поверит даже, прокурор края, и с кем он, как-то нам отказали в аренде помещения, в техническом университете. Ну, нажаловались там, что попало, хотя мы смотрели, наши, кто приходил на занятия, нигде они не отходили в сторону, мы по списку заходили, по паспортам, ну, короче, на ябедничали. Я сразу к проректору по учебной части, Семкин Борис Васильевич, я говорю, а что мне этого нужно, а что нужно-то? Доверия нету, как он Лужкова-то, Путин убрал за недостаток доверия-то. Ну, ладно, я побежал скорее к прокурору края. Я говорю, Юрий Федорович, нужно хорошую бумагу выправить, такую, чтобы железно было, как этот Филипп Филиппович говорил в собачьем сердце. Ну, что, давай, говорит, напишем. И он написал, ну, не языком юриста, а я Лапкина знаю давно, он вносит большой вклад в нарарственное оздоровление Алтайского края. Я принес проректор ее, чуть не на зубок, как прокурорская пищать стоит, и его, а он прокурор очень уважаемый такой, а перед этим только он какой-то орден получил от Путина, от Путина. И он бумажку вот-то взял и на лампочку на свет смотрит пищать, на свет, как будто деньги какие-то. И потом он сам на эту бумажку ссылался. Он Лапкина, ты смотри, говорит, какие люди-то за него заступаются. Ну, и все, нам опять открыли все двери. Как-то одно время я брал бумагу отходы Алтайской правды. И там многие газеты печатают. И бывает там где-то запачканное. Я заходил за этой бумагой. Разрешение директор дал, Грохотов Владимир Георгиевич. Ну, и выбирал, и рюкзаками домой носил. А потом в детские дома, вплоть до разные суды. Бумаги нигде не было. Это самое такое время было, 92-й год, кажется. И я везде, в ущебное заведение, а сам еще я переплетчик. Их сделаю как, прошью, да могу с корочками сделать. Ну, книги настоящие. А в школу еще отходы рулона туда отнесу, они души нещают. Мне это интересно. И вдруг антитеррор какая-то вихра или что-то называется там, чтобы нигде никого не было. Везде там взрывы начались тогда было. и они вымели всех и меня туда же. Я пришел к директору, говорю, а что там не пускают? А у нас, говорит, тут операция такая. Отказали всем. Я говорю, ну всем-то отказывать, а я при чем тут? Я разве все... Вы же знаете, куда я ношу? В больнице ношу, в школы, даром. Вы считали в газете, сколько благодарности это идет? У меня в газетах печатают про это. Ну я не могу. Я говорю, если ходатайство... А что это за ходатайство? Ну я говорю, я принесу. Да не знаю. Я пошел к прокурору края, прошел к ректору университета, к председателю законодательного собрания. Я как пошел везде, а они присылают ему, да на бумаге, да с гербовыми печатями-то. Я прихожу к Амон, он говорит, да тут целая акция такая, да иди ты бери, что тебе надо, говорит. А махнул и кой. Я, говорит, такого не встречал, это же. Пошел там я в милицию, там генерал, этот тоже, все, потому что я им всем носил, и они все захотели. Вот что значит, не имей 100 рублей-то. А я еще возьми, да маленький, погрубил там. Он меня не пускает, я говорю, вот вы меня не пускаете. А вы-то зачем тут сидите, я говорю, да я штаны-то протираете. Вы бы наоборот меня туда привлекали-то. А он знаком нашему одному брату, верующему-то. и лапки ну-то отказали. Так он на меня как насел, да мне так сказал. Ой. Я даже и пожалел, думаю, я его обидел. Но обидно мне тоже было. Я и школы, и больницы бумагой снабжал всех. Людям надо дать возможность пережить трудный момент. Будет лучше, а они помогут кому-то. Так апостол Павел говорит, ваш недостаток, избыток в их недостатках, и наоборот. Смотри, опять залез, паразит такой. Кот на мою кровать, прям в подушке, любит лазить. Я не разрешаю, а он белый. Делай. Ну, сонный, китеря, уходи оттуда. Смотри, даже на внимание. Ох, как его сладко. Тут у вас все видео закачались, да? Ну, вот эти, которые дал, все, остальное, это мы все закачали уже. Мы на два компьютера работаем. Он закачивает четыре, я один. Вот что-то со мной надо тут делать, чтобы у меня тоже работала заказчика. А если вот он уедет, тут хана мне тогда. Ну, а вы через его заходите, компьютер закачивайте. Ну, еще, пустишь? Наверное, так и придется. Вот, видишь? Нет, если возникнут, такие трудности, допустим, там, а так-то это просто Виктор там вечером, а, кстати, он когда домой, он поздно приходит тоже. Так время-то уже 10.34. Что я делаю? Сижу столько времени. Разговаривался. Ну, все-таки. я тут, давайте, видео пусть Володя к себе закачает тогда на этот, а я второй ролик к нему уже установлю, а этот сейчас сюда к вам закачаем первый, где в краме. так-то, Володя, как, все понял, что надо делать? А что, у меня здесь будут на рабочем столе стоять? Ну, вот, я сейчас в храме, который там вот четыре файла, да? Да. Вот, я сейчас к вам поставлю его, через вас буду закачивать. Давай. А вот тут, Юлик, обработаю там уже у Володи. А как он возьмет-то? У меня с рабочего стола снимет? Ну, да, я сейчас покажу, какую папку надо. Сейчас давайте посмотрим по этому, по форуму, почему там зайти не можете. не могу я зайти. Все. Сейчас, открывайте эту, где она есть, где она есть.